Сегодня в Беларуси насчитывается 347 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 338 тысяч выздоровели. Цифры не радуют, к сожалению, растет число летальных исходов. Мы все знаем несколько способов борьбы с этим страшным вирусом. Это маски, частое мытье рук, социальное дистанцирование. Но, пожалуй, самое серьезное решение на данный момент – это вакцинация. Ведь, как отмечают специалисты, привив 60% населения, победить коронавирусную инфекцию станет возможно. Колоть или не колоть – вот в чем вопрос. Нашей съемочной группе было интересно узнать, что думают по этому поводу прещане. Я вообще против, потому что она не прошла испытания надлежащие. Поэтому это опасно на людях. Два года не прошло. Обязательно. Обязательно. Нужно делать вакцинацию, конечно. Потому что 60% перевьется, и все, и будет получше ситуация. Я сомневаюсь. У меня больные суставы, я боюсь за суставы. А вообще, если кто здоров в этом плане, мне кажется, надо прививаться. Единого ответа мы не услышали. Люди все еще делятся на три категории. Те, кто категорически против вакцинации, сомневающиеся, и совершенно точно убежденные в успехе чудо-прививке. К последним относятся и работники Центральной городской больницы. Сегодня они в числе желающих привиться. Среди них доктор Полина Мышук. Она каждый день работает с ковидными больными. И как никто знает, как опасна эта инфекция и как сложно с ней бороться. Очень все это страшно, тяжело. Разные случаи, тяжелые пациенты, легкие пациенты. Поэтому мы непосредственно пришли прививаться от ковидной инфекции, потому что это актуально на данный момент. Хочется обезопасить себя, обезопасить своих родных и близких, чтобы постараться как-то пройти легко мимо данной инфекции. Потому что мы непосредственно видим, как болеют люди, как это тяжело для них, как тяжело это для родственников. Напомним, что создан план вакцинации, состоящий из трех этапов. Первый – медработники, специалисты социальной сферы и образования. Второй – люди старше 61 года, которые находятся в особой зоне риска. Ну и третий этап – это все оставшееся население, которому тоже обязательно будет предоставлена вакцина по мере ее поступления. На сегодняшний день пациенты охотно идут, потому что у нас имеется вакцина «Спутник». Это российская вакцина. Произведена она на мощностях беломедпрепаратов в Минске. Но технология производства – все это российская. Была у нас еще и китайская вакцина. Китайской вакцины было достаточно, и пациенты тоже охотно прививались. Эти две вакцины имеют принципиальное различие. Китайская вакцина нам более понятна – это инактивированная вакцина, которая схожа с вакциной от гриппа. Поэтому она мягче переносится, немножко более знакома нашему организму. А российская вакцина – это векторная вакцина. Это уже новая технология, новый производство. Такими вакцинами мы еще не прививались. Но переносится тоже достаточно хорошо. Бывают поствакциональные реакции в виде повышения температуры – 1-2 дня, 37,5-38, но они достаточно легко переносятся, и потом последствий не возникают. То есть каких-то тяжелых реакций мы не видели. Уже на этой неделе в поликлинику поступила новая партия вакцины «Спутник Ви». За дверью процедурного кабинета начинает увеличиваться очередь из желающих. Среди них пациенты, идущие на свою первую прививку. Но есть и те, кто пришел на повторную. Ведь не будем забывать, что вакцинация проходит в два этапа. 1 апреля Елене Морозовой уже была введена первая часть вакцины. Все прошло хорошо, а значит, спустя 21 день можно ввести вторую инъекцию препарата. Это уже моя вторая прививка по коронавирусу. Делать ее или не делать у меня не было вообще никаких сомнений. Но я лично считаю, что это единственный способ защититься и не заболеть. Были, откровенно говоря, побочные явления после первой прививки. На следующий день у меня была температура до 38, однако после таблетки процедомола все прошло. И уже на следующий день я вообще ничего не ощущала, никаких негативных реакций. Я считаю, что у каждого человека есть какая-то социальная ответственность по отношению к людям, которые рядом с нами, к нашим близким, к нашим коллегам на работе. То есть нужно думать не только о себе, потому что молодой человек может заболеть и выздороветь достаточно легко от коронавируса без каких-то дальнейших последствий. А люди, которые постарше, им очень тяжело переносить эту болезнь. Поэтому я думаю, что каждый должен думать еще не только о себе, потому что мы живем в обществе. Очень хочется верить, что все усилия людей, создававших вакцины, будут увенчаны успехом, и в скором будущем весь мир выдохнет. В любом случае, эпидемия изменила нас и дала нам пищу для размышлений о нашей жизни. Продолжение следует...